Активное дообучение сотрудников внутри предприятий. Сейчас в нефтеказовой компании вынуждены очень много обучать, постоянно повышать квалификацию своих сотрудников, поэтому специалисты в области быстрого обучения, методологии, конструкторы онлайн-курсов. Особенно активно сейчас применяется VR и AR-технологии, потому что очень дешево создать какой-то курс, чтобы очки одели, перчаточки. Ах, я сейчас бы вам показать, если есть время останется, я даже покажу, как происходит обучение в инвестиционных компаниях, в VR таких вещах, прям вот видео есть. И вот есть специальные люди, которые создают вот эти курсы в VR, создают вот эти пространства, учебные задания. Есть такое понятие педагогический дизайн, есть специальные ситуации, что вот этот человек, который пришел на производство, он быстрее обучался. Например, очень популярно, вот есть такая техника безопасности. Вот вы находитесь на производстве вот этом, в смысле, в месторождении, и вдруг пожар произошел. Для того, чтобы людей обучить, что делать во время пожара, поджигать, наверное, опасно. По-настоящему вы можете взорвать. Поэтому вот это будет курс, будет точная копия всего этого места рабочего. И всем говорят, вот давайте вам нужно пройти базовое обучение по технике безопасности. Вы заходите, одеваете очки, и там тэн, 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 тэн. Внимание, внимание, пожар, там срочная эвакуация. И там есть задача, что делать. Стрелки, как найти, отключить, в воду налить, там какую-нибудь материю обмотать и так далее. Если сразу понятно, человек там понимает, что ему делать или не понимает, что ему делать. Это как я пример привожу. Поэтому очень много сейчас запросов в нефтегазовых компаниях идет на специалистов по обучению, по кадровым HR-процессам, которые активно там оценивают людей. Потому что очень большой компания на обучении сейчас идет. Там постоянно нужно доучиваться, повышать квалификацию. Ну и такой еще один интересный тренд, что меняется количество специалистов дистанционно, которые работают. Поэтому очень сильно ко всем специалистам сейчас возникает новое такое требование цифровой грамотности. Если вы заметили, сейчас вообще пандемия, коронавирусная инфекция, что она сделала? Она резко разделила нашу жизнь на тех людей, кто в условиях карантина могут продолжать работать дистанционно, как мы сейчас с вами, мы сидим. Видите, какие мы молодцы. А так, представьте, нам все надо было собрать. Кто-то из Салматы, кто-то из Марсултана, кто-то еще откуда. Я вообще сейчас 40 километров от Марсултана сижу в деревне вообще. Тоже заболел сильно и решил в деревню уехать. А вот так надо было где-то поехать, столько денег, билеты, собраться, арендовать там зал, мне подключить там вот это все. Создать это новое знание, поделиться с вами этим информацией. Это все как бы те, кто умеет это делать, обладает навыками цифровой грамотности, умеет работать в цифровой среде, создавать цифровые коммуникационные инструменты и дальше делиться этим знанием, зарабатывать на этом знании, создавать новые знания, совместно создавать знания, какую-то новую информацию. Они в этой новой ситуации в принципе выжили, адаптировались. Вот помните, очень такие обидные, так больно было картинки вот эти на телевидении видеть, когда эти блокпосты поставили, стоит вот толпа народа, наших граждан, да, которые там кричат, жалуют, эй, открывай блокпосты, на работу надо, все. Получается, люди, которым нужно физическое перемещение из одного места в другое, нужно физическое место рабочее, физические навыки для того, чтобы зарабатывать на хлеб, как-то там труд реализовывать, таких людей еще очень много, и не только в Казахстане, все по миру. И не получается, даже вот он сильный специалист, в принципе, что-то, да, ему говорят, вы знаете, нам сейчас вас везти на вахту, что-то привозить, привозить, обеспечивать вас здесь, кормить, там душ строить, не хотим, нам смысла нет, нам просто важно ваше знание получить для конкретной ситуации. А он говорит, а вы знаете, у меня компьютер-то особо нет, я как бы, что для этого нужно, вот, там, востроить, безопасный канал связи, все это, ну, он говорит, ну, извините, мы с вами работать не сможем, потому что, или идите, доучитесь, потом к нам придете, мы, в принципе, вас заинтересовали. Вот цифровая грамотность сейчас становится очень таким жестким базовым запросом. Представьте, вот, педагоги наши сейчас, все педагоги Казахстана буквально в течение двух-трех месяцев получили новые требования отменяющегося планка труда на цифровую грамотность. Теперь все педагоги должны иметь высокую цифровую грамотность для того, чтобы продолжать быть педагогом, теперь только уже дистанционным, онлайн. Новые требования возникли теперь к этим педагогам по содержанию, по контенту. Им нужно теперь полностью свое содержание, контент перекладывать в новый формат, новые реалии с высокой долей интерактивности, геймификации, с новыми инструментами контроля, с новыми инструментами мотивации. И еще больше теперь требований к новым педагогам нашим, это теперь по эмоциональному интеллекту, по коммуникативным навыкам, потому что вот так вот сидеть в таком формате очень сложно на самом деле. Сейчас многие устанут, отвлекаться будут. Я час лишним говорю, там, да, час-пятнадцать почти, и мозг перегружается, потому что я вас не вижу, вы меня не видите особо. Эмоционального контакта нет, почти невозможно сохранить. Да, вот это язык телодвижения мой мозг не считывает, да, эмоции тоже не считывает. Мозг сейчас мой очень сильно перегружается. Да, я вот после таких вот там онлайн лекций просто как вот болею прям почти, очень сильно устаю. Это сейчас целые большие исследования проводятся, что оказывается очень непросто в таком формате, непривычно для нашего психологии, для нашего мозга. Целые сейчас большие исследования начинают проводиться, там, по нейропсихологии, нейрофизиологии и так далее и так далее. Поэтому, если вот два-три примера привести новых профессий, сейчас дальше там прям риски большие будут по нефтегазовой отрасли. Например, инженер обработки данных телеметрии. Сейчас очень много датчиков ставится везде, в запорные клапаны, в трубы, в скважину, скважина вообще напичкана всякими датчиками. Везде вот эти технические системы измеряют движение, скорость, плотность, жидкость, вязкость. И теперь вот этих данных очень много, они текут в режиме реального времени. Представьте, сейчас самолет United Airlines американский, вот у него такой беспосадочный длинный рейс, там, в Лос-Анджелесе, там, в Лондон, условно, или в Париж, там, 12-10 часов летит. Вот, пока он летит, там огромное количество есть сейчас датчиков, которые собирают всю информацию. Скорость движения турбин, там, есть, плотность воздуха, давление, там, да, огромное количество данных все собирается. Эти данные, вот, один самолет, этот полет вот этот, сыграет больше данных, чем наша крупная корпорация в Казахстане за весь год. Если взять, там, большие крупные компании, данных мало собирается, за весь год этот один полет 10 часов уже больше данных собирают. Вот сейчас в нефтегазовом огромное количество данных собирается, поэтому нужны специальные люди, инженера, которые обрабатывают эти данные. У них есть, это, в основном, это, по сути дела, IT-специалисты, которые разбираются в нефтегазовом, там, как бы, деле, и которые используют специальные программы для обработки, хранения, анализа этих данных. То есть, они собирают большие, там, сервера, центр обработки данных, они разрабатывают алгоритмы, которые эти данные обрабатывают по заданным параметрам и выдают, как результат, аналитику, чтобы понимать, ага, вот у нас столько-то нефти прокачано за сутки, где-то стрелок не было, вот здесь, скорее всего, клапан протекает, потому что здесь давление нарушилось, и вот то, что раньше люди, этот километровый труд, представьте, вот, у нас вот есть Атасу-Алашеньков, вот эта большая нефтепровод, который, вот, идет, там, через Караганинскую область, Джизказган, туда, через юг, в Волошьков, в Китай, и по ней течет вот эта нефть. А казахстанская нефть, она очень парафинистая, немного парафиновая, свечки делают же, которые, да, вот такая, и вот на морозе, а у нас там, может быть, такой вот, организм будет огромный, такая, она замерзает очень сильно. И вот у меня есть друг, Джизказганей, как-то вот мы к нему ездили, и вот у него тоже, вот, родственник, все время вот эта зима, буран, вот так вот одевается, такой весь такой несчастный, садится на снегоход и уезжает. И вот несколько раз вот так вот ночью он уезжает. Я говорю, ой, ужас. Потом он едет, такой буран ночью, он говорит, вот, замерзает нефть, вот этот парафин сгустеет, и он забивает трубы, и дальше нефть ничет, и там через каждые сколько-то километров расставлены керосиновые горелки такие. И он подъезжает туда на снегоходе, подливает туда керосин, и они вот подогревают эту нефть, чтобы она вот как каша, так вот, чуть-чуть растапливалась от парафина, и дальше уже так текло туда. То есть это все вручную делается, там, вот он время отлил, он даже не понимает там, нужно сейчас заливать там, подогревать не нужно, он просто это делает. А сейчас немножко вот датчики вот могут сразу дать вам информацию, течет, не течет, где-то врезку там воруют, нет, не воруют. Вот сейчас текло. HR-геймификатор, вот я как и сказал, очень много сейчас нужно программ обучения строить в VR там формате, как-то игры, ситуационные игры строить. и это сейчас очень сильно настребовано, не только там нефтегазные, но вот индивидуальные программы обучения, это прям очень серьезный, хороший запрос. Инженер повышения нефтеотдачи, например. У нас очень много в Казахстане старых месторождений, и нужно теперь вот вытащить эту нефть, которая осталась, что запечатывать месторождение жалко, уже столько денег вложено. Поэтому здесь мы показывали, вот очень много технологий появляются повышения нефтеотдачи, обратная закачка газа, закачка пара, микробиологические, это действует бактерии, которые там это позволяют вытаскивать эту нефть. Поэтому вот сейчас вот есть специальные инженера, которые приходят, оценивают месторождение, собирают все информацию про эту спажу, и говорят, что там вот месторождение, типа нефти, которая в этом месторождении, лучше всего нам надо вот такую нефть, чтобы повысить, чтобы побыстрее нефть выкачивался. Да, оператор 3D принтеров. Сейчас, вот представьте, месторождение зачастую находится в таких диких местах, далеко, подвести какие-то запчасти, иногда сложно, долго, и легче всего поставить 3D принтер, и в него загрузить все модели запчастей, которые, оборудование, которые есть на месторождении, раз, что-то сломалось, не заказывать, где-то раз, распечатать, поэтому операторы 3D принтеров, сейчас все чаще и чаще используют за легче с месторождением, которые умеют эти 3D модели там собирать, классифицировать, загружать, подбирать материал под них, распечатывать, с техническими стандартами, параметрами эти запчасти, и это вот достаточно серьезная такая профессия будет, 3D принтеры все чаще и чаще начинать используют. Вот представьте, например, я приведу из авиационной промышленности в Сингапуре, вот это было несколько лет назад, сломался, вот Боинг прилетел в Сингапур, большой такой авиавайнер, огромный, и у него вот ротор сломался, это вот эта вот турбина, которая крутится по бокам, я когда был маленький, кстати, я мог эти звуки подделывать, сейчас попробую, имитировать звук. Вот у него сломалась вот эта пластинка, и нужно было заказать ее, чтобы починился этот полет. а он там, Боинг, где-то в Америке, в каком-то штате, я не знаю, в Санкт-Цинате, или Ноське, и там, вот пока они изготовили этот вот ротор, в смысле, вот эту пластинку, да, лопасти, пока ее привезли, пока они протестили, два месяца, прошло страшные расходы были для авиакомпании, там, для всех, для всех, страшные расходы, когда самолет стоит, это страшные, бешеные расходы. И тогда аэропорт Сингапура понял, что это классная фишка, они могут делать хорошие там услуги оказывать, они поставили большой промышленный принтер у себя 3D принтер, научились изготавливать различные по необходимым параметрам детали, запчасти, и если что-то ломается, там же аэропорт, серия технической службы, говорят, ну, мы вам быстро починили, прямо здесь же, здесь же все сделали. Единственное теперь, смотрите, вести, изготавливать эту модель не надо, физически, да, ну, ее можно изготовить прямо там, там же, где сломано, но теперь интеллектуальная собственность изготовить точности по всех техническим параметрам, размерам, которые именно под эту модель авиалайнера подходят, аэропорт Сегапуркер покупает эту 3D модель у Боинга, и просто по интернету отправляют вот этот файл, файл скачивается, загружается в память 3D принтером, промышленном, там, там, комнат, ангар, и он сразу изготовил, 8 часов изготавливается, проверили, все протестировали, в течение 1-2 дней самолет готов дальше лететь. 2 месяца, 2 дня. Поэтому сейчас начинают очень активно такие технологии внедрятся, и уже даже в Казахстане в ближайшие там 5-7 лет, даже 3-5 лет, это будет такой достаточно устойчивый спрос. Я вот поэтому вот просто на примере одной здесь идет уже полное описание, списки, вот какие профессии, которые эти технологии будут создавать либо менять в нефтегазовой сфере, все эти материалы передадим участникам, также, да, Хасим, да, семинара, чтобы вы могли поспокойно посмотреть, что, какие технологии будут влиять, там, например, в техническом обслуживании, ремонте, да, Туир, так называемый, действительно, очень сильно переходится на модульный принцип, на 3D-печать, там, да, вот такой, вот, классная такая штука, инженер по надежности и предиктивной наличии. Сейчас очень много данных собирается со всяких станков, механизмов, угловых агрегатов, датчики вставляют, интернет вещей называется, да, представьте, вот у вас какой-то там работает насос, он работает, работает, работа, а было бы классно приблизительно знать, что он, скорее всего, сломается через 2 недели, да, то есть, его ресурсное состояние, изношенность, там, его агрегатов, изношенность запчастей, она приблизительно такая. И вот если сейчас ставят датчики, и каждое утро этот насос докладывает вам ситуацию, здравствуйте, доброе утро, я насос, инженерный номер NL 846, мое ресурсное состояние такое-то, изношенность моих таких, и это все собирается потом в большие базы данных, нужен специальный человек, инженер по надежности или по предиктивной аналитике, который собирает все эти данные, анализирует и говорит, так, ремонтная служба, имейте ввиду, вот эти, вот эти, вот эти насосы, они у нас есть в скорости, поэтому давайте заранее готовьтесь, собирайте запчасти, и у нас очень часто, вот что происходит в инженерных компаниях, и вообще в многих таких промышленных компаниях, ломается какой-то там станок, механизм, и все, работа останавливается, потому что, как правило, он часть какой-то большой цепочки, и вот если он не видел один запчастик, другой не заработал, и все, останавливается, и у нас вот сидят мужики такие, все, перекур, перекур, все, не работает, сломался, потом приезжает ремонтная бригада, а у них оказывается, вот они разбираются станок, оказывается, какая-то запчасть, которая сломалась, ее нет у них, они заказывают на складе, склад закупщикам, она закупает, и это может там неделями, месяцами надо стоять, целыми днями, это все очень-очень дорого для компании, накладно, компания теряет, огромные убытки несет, все не работает, товар не производится, людям зарплаты платить, они не работают, очень-очень дорого, это очень невыгодно для компании, поэтому, вот сейчас это очень перспективнейшая штука, предиктивная аналитика, когда вы можете заранее настроить нужные датчики, на нужный тип оборудования, собирать их все в данных, и там даже не человек, а вот эта программа, она все анализирует, отчеты, имейте ввиду, вот эти слабые места, скоро у вас там, грубо говоря, будет там поломка высокой доли вероятности, и уже ремонтные бригады заранее к этому готовятся, и еще один такой принцип, который сейчас очень активно используется в ТОИРе, технического усложнения ремонта, это модульный принцип, это когда, вместо того, чтобы там все запчасти менять, одну запчасть какую-то специфическую идти, все начинают новые станки, новое оборудование делать по модулям, подключить модульный, модульный кусочек. Что-то сломалось, вам не надо ничего разбирать, вы вот видите, что модуль не работает, там какая-то сообщательница этого модуля не работает, вы просто модуль забираете, модуль меняете, а модуль уже дальше отправляете, там уже спокойно разбираются, Ascpy, а дальше все сразу заработает. Быстро раз в раз модуль поменяли, а там впускай дальше, как вот Lego, нужно кусочек Lego, сломанный, просто вытащили, вставили, дальше пускай работы. Потом уже разберемся, что там, исправим, вернем вам, чтобы этот модуль всегда запускнул. Поэтому вот сейчас очень быстрые, серьезные такие изменения происходят, и вот операторы, ремонтники, которые знают, разбираются в стандартизации этих модулей, либо могут правильный тип модулей, модульной техники оборудования конкретному предприятию предложить, внедрить это все, описать, прописать стандарты, как это все быстро ремонтировать, менять, это тоже новый спрос, новая профессия, которые скоро на рынке продуманных счетов появляются. Здесь у нас еще было несколько отраслей, например, горно-рудная, но я сильно по ней уже не пойду, я просто покажу вам на примере, как мы будем работать с вузами и колледжами, вот пример, чтобы вам рассказать. Вот горно-рудная металлургия, здесь, видите, мы уже, здесь она была первая, отрасль, которую мы завершили, она уже оформлена, очень красиво, видите, всякие трафики, какие тренды влияют на эту отрасль, тоже, видите, вот бережливый производство, рециклинг, экологичность, это становится прям очень важным требованием, поэтому, если вы серьезно подумаете, там, идти, там, сферу экологии, экоаналитики, это очень простая проблема. Я сейчас тоже чуть-чуть прокомментирую. Вот мы это все распределяем на такие большие блоки, начинаем описывать, вот для операторов 3D-печати, то, что мы говорили, для технической службы и ремонта, да, специалистов, назначение трехмерного моделирования будущих деталей, знаний физических способностей, материалов печати, способностей, да, 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 да. То есть мы начинаем уже конкретно описывать, что это за специальный, что это за профессия, когда она приблизительно появится, какие компетенции необходимы, новизна в чем профессия, какие навыки конкретно, что должны делать, там, профессиональные, надпрофессиональные навыки, так называемые, ну, вот, hard skills, да, немножко шире у нас понимание. И вот это мы все описываем, а потом начинаем перекладывать на язык системы образования. Это национальный классификатор занятий, отраслевые рамки компетенций. Мы это все расписываем на тот язык стандартизации классификаторов, который понятен вузовским работникам, работникам образования. Вот мы делаем, я просто пример привожу, вот, оператор беспилотных машин, мы вот расписываем полностью, что это такое, сфера подготовки, по классификатору национального классификатора занятий, что, какая профессия сейчас действующая, больше всего этим соответствует по классификации МОН. И тогда опытный методолог вузовский может взять и уже начинать корректировать эту стандартную программу, либо создавать новую программу на этом. Мы сейчас делаем огромную работу для министерства образования, распределяем уже по вузам новые профессии, где и как можно было бы начинать обучать. Это уже вторым этапом, это после завершения атласа мы уже пойдем работать с системным образованием, с институтом образования, с вузами, что-то это большой, большой такой класс работы, я почему-то такой весь устав, что-то днями, сейчас ночами, не с кем-то, что-то делать. И вот тут дальше сейчас, чтобы мы успели до навигатора рассказать, я не буду дальше углубляться в другие отрасли, потому что все основные отрасли, я такой короткий выжимок вам сделал, на самом деле, да, вот что, например, транспорт, вот этот вопрос даже был про море, да, вот водный транспорт, что в нем меняется, какие начинают появляться изменения, тренды, технологии, там, наземном транспорте, там, авто, ЖД, водном, воздушном, трубопроводном транспорте, да, соответственно, какие потихоньку начнут профессии появляться, требования появляться в этом виде, в этой отрасли, там, отдельно по туризму, да, в туризм, там, как бы у нас сейчас такая интересная ситуация, из-за карантина начинает расти популярность внутреннего туризма, это, кому-то плохо от карантина, а кому-то хорошо, то есть вот сейчас, если посмотрите, там, Ахтау, Риксис, Ахтау, там, все оттуда фотографируются, все там отдыхают, там, Восток, Алаколь, Балхаш, как бы все люди, наконец-то, начали увидеть красоту и необустроенность наших туристических мест, но, по крайней мере, это очень, на самом деле, хорошее место, кому-то понравится, и у кого-то поменяется уже любимое место отдыха, и в следующем году, даже если границы все откроют, там, и Турция откроет, слушай, Турция, хочешь жар-то, вдушно, поехали, там, Алтай, да, там, свежайший воздух, вот эти грибы, леса, озера чистейшие, что там, вот Алтай, как нам понравилось в прошлый раз, пускай чуть дико, пускай чуть необустроенно, зато, действительно, отдохнули, там, интернет не работает, Сокол не ловит, и ты там, дикарем, по-настоящему отдыхаешь. Поэтому здесь вот тоже полный разбор полетов, как, что меняется у нас, строительство у нас, что происходит, такие тренды, силы начинают менять наше строительство, да, опять же, эта экологичность, она прям, вот, прям, как красная такая линия по всем отраслям, что происходит, цифровизация, краснейшие линии, начинают на все влиять, вот, вот, чуть-чуть буквально задержусь, BIM, сейчас это Building Information, да, Modeling, это вот, когда, вот, что-то, вот, какие из области цифровых двойников. Представьте, вы начинаете строить дом, да, бетон на линии, второй ярус на линии, там, раз, как, смотрят, ё-о-о, фиталки, неправильно расчет сделали, оказывается, перекос, дальше уже нельзя закрывать, ё-о-о-шкин-ко, это надо все разбирать заново, вы знаете, что, чтобы что-то сделать, и, это одна цена, а вот, чтобы переделать, это, вот, намного дороже, легче с нуля, там, заново начать строить. А вот BIM, что позволяет, он позволяет сделать такую очень детальную, виртуальную, цифровую модель любого здания, любой конструкции, любого, все, что вы хотите, и на нем уже все протестировать, все прогнать, все пробить, там, вот, как кабели, где будут лежать, там, провод, электричество, водопровод, так, вот, оказывается, если дерево так здесь поставишь, неудобно, здесь зажалось, здесь труба, это все, 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 все проверить, а потом уже это начинает строить, это уже такая, это даже не чертеж, это, наверное, даже детальнее чертежа, это такая имитация цифровой модели реального здания для реальной конструкции, где вы можете все, 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 и проверить. Сейчас, прям, очень активно начинают эти BIM-технологии внедряться в строительство, и, соответственно, проектировщики, архитекторы, там, дизайнеры какие-то, теперь должны вот этим BIM-ом хорошо владеть, воспитательными программами, понимать вот эти принципы BIM-проектирования, чтобы максимально проверить все неточности, все шероховатости, все спектрические стыковки перед тем, как уже передать его строительной компании. Вот, и вот сейчас давайте это сельское хозяйство, да, вот прям вот по каждой отрасли мы по этому подходу начинаем копаться, копаться, и в итоге мы получаем вот такой интересный сайт. Сейчас я вам быстренько его покажу, как он выглядит. Все эта информация будет заливаться у нас на сайт, вот он, это на портале MBKZ, где любой, соответственно, человек может заходить, мы в конце сентября уже полностью презентуем этот сайт, зайти в любую отрасль. Вот, например, горная металлургия, да, мы ее первой закончили. Здесь полностью прочитать вот то, что я показывал, как меняется эта отрасль, почему меняется, вот новые профессии, меняющиеся, трансформирующиеся профессии, исчезающие профессии, вот инженер 3D-моделирования, да, например, что мы с вами говорили по 3D-печати, вот что это за профессия, когда она возникнет, какие навыки нужны для этой профессии, где, какие вузы Казахстана, это вот Каргату, Казахстанский государственный технический университет, потихоньку начинают подготовку уже, у них кафедра своя какая-то появилась там. Вот предприятия Казхром, Арселор Миттл, которые начинают уже набирать на работу по этим профессиям, то есть уже спрос, мы видим, что есть. И вот такой вот будет сайт, где любой человек может полностью ознакомиться с результатами работы нашей, понять, как, что будет меняться на каждой этой отрасли, какие профессии будут исчезать, какие будут профессии появляться. А дальше самое интересное начинается. Начинается самое интересное. Так, экран сейчас какой мы видно? Так, атлас нового профессии, компетенция, Казахстана. В смысле, это презентация, да? Нет, 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 сайт. А сайт? Так. Да, да, да. Так, секундочку. Сайсет Морза, именно на yenbek.kz, зайдя туда, люди могут уже смотреть, да? Уже сейчас это доступно. Это сейчас тестовая версия, я вам ссылочку соберу. Но полная версия, это вот yenbek.kz.atlas, она вот в конце сентября у нас появляется. Мы ее полностью, значит, на ней формируем. Это будет открытый сервис. Так, секундочку. А где наш чат? А, вот он чат. И вот последнее, дайте мне буквально 5 минут, я покажу вам самый главный инструмент, который появляется по итогам атласа. Это yedunavigator.kz. Yedunavigator.kz, вот, кстати, он уже работающий. Мы тоже потратили очень большое количество сил и энергии. Вот, yedunavigator.kz. Это полноценная платформа для профессиональной диагностики и профессиональной ориентации. Все, что мы наработали по атласу, сюда будет заливаться. Так, вот то, что я за гордо, интернета у меня не очень. Секундочку, я могу на время камеру сейчас свою остановить, наверное? Да-да, конечно. У нас сейчас будет экран, мне видно. И потом сразу перейдем по вопросам-ответам. Я просто хотел очень быстренько показать, как это работает, что это за платформа. Так. Так, все у нас появилось. На экране есть. Да. Yedunavigator.kz, yedunavigator.kz, yedunavigator.kz.kz. Я вот боюсь таких слов впервые в Казахстане. Но в целом это достаточно уникальный такой комплекс, где психодиагностический инструмент, психопрофдиагностический, извиняюсь, инструмент, то есть система тестов полностью адаптирована, валидирована, вот если есть среди наших. Первый вопрос, который задают нам в WhatsApp-чате, подскажите, он платный или бесплатный? Он пока бесплатный. Мы, скажем, сейчас тестируем его, я сейчас покажу вам, как это выглядит. Мы эту платформу сделали именно для школ средних, то есть чтобы на уровне средней школы профориентаторы, школьные психологи, классные руководители могли делать профориентацию. Вот как это выглядит. Я сейчас просто, чтобы время сэкономить. Вы тест проходите, получаете вот такое полное описание ваших результатов. То есть это все ваши навыки, способности, интересы, предпочтения, таланты. И под него получаете специализированные, проперсонализированные рекомендации по профессии. Он для школьников, либо взрослые тоже могут себя там протестить? Вот сейчас он делан для школьников и студентов в колледже. Но мы адаптируем сейчас эти тесты дальше и для взрослых людей уже. Здесь есть такая очень интересная хасен штука. Тесты можно сдать ребенку, школьнику, и можно родителю сдать. А можно совместно. И почему? Потому что, помните, вопрос поднимался, что родители у нас очень сильно давлеют в цепь принять решение. Мы справа даем возможность сопоставить, как родитель оценивает ребенка, как ребенок сам себя оценивает. Сависат Морзая, перебью. Родитель будет сдавать за себя или за ребенка, или как это все будет происходить? Нет, за себя. Его оценка ребенка. Как он видит. То есть, чтобы сразу можно было сопоставить. Я просто на примере конкретно покажу профессии. Здесь не только новые профессии. Здесь все профессии. И действующие, и потенциально умирающие. 204 пока профессии. И вот все, что мы наработаем, сейчас почти 890-900 профессий, все это будет залить. Почти все, что на рейке только останавливается. Вот здесь человек, который прошел этот тест, получает полную картинку. Начинается со средней школы, потому что это рассчитано с 7-го где-то класса, ориентироваться на школьников, старше 7-го. Что он должен делать в средней школе, в старшей школе, в колледже, в бузе, при подсказке работы, полную карту суток получает. Ну, записываем специальные ролики, сейчас Хабар 24, 5-7 минут, короткая, где конкретный там работник, работает по этой профессии, рассказывает про себя. Я каждый день просматриваю сотни карты, сотни мегабайт цифровой информации. Я, Мухаммед Архимов Шайхан, я геологоразведчик. Начинает рассказывать про геологоразведку, какие инструменты он использует, что это за профессия, в каких фильмах, это профессия, прям можно посмотреть фильмы, в лицах, что эти люди, где они работают, чем они занимаются, какие курсы платные, бесплатные, там лучше всего изучать, для того, чтобы по этой профессии там быть получат мероприятия, экскурсии, неоткрытых дверей, стажировки. То есть это такая полноценная платформа профориентации, там портфолио может ребенок начинать формировать, там дипломы, сертификаты и так далее. То есть это полная платформа, которая готовит, там осмысленно ребенка к рынку труда, к осознанному выбору профессии. Вот здесь вот есть такой, то, что сейчас популярно говорить, искусственный интеллект, движок, который персонализированные рекомендации дает ребенку, через игры, там его там ознакомливают с профессией, там углубленный уровень, просто он не прошел дальше, профессиональный уровень. Вот. Вот такой интересный инструмент мы сейчас создаем, который, там вот уже пошли вопросы, давайте перейдем на вопрос-ответ и сессию. Так, какие вопросы? Начнем. Заяц, от Мерзова у нас примерно пять вопросов. Начнем с первого. Как вы считаете, учиться в сфере программирования в ВУЗе лучше, чем обучение в онлайн-школах? То есть здесь противовес между онлайн-школами, курсом повышения квалификации, частными школами, ну и конкретно ВУЗ, IT-университет и так далее. Что лучше, что эффективнее? Смотря какой ВУЗ. Да, потому что у нас, с сожалению, очень много ВУЗов, которые готовят специалистов, программирования, там. Хасен, меня слышно, да? Да, я вас слышу, но чуть-чуть прерывисто. Ага, потому что я вот чувствую что-то. Чуть-чуть прерывисто, да. Смотря какой ВУЗ. Потому что в Казахстане очень много ВУЗов начинают подготовку специалистов в сфере информационной технологии, программирования, и, к сожалению, большинство из них очень некачественно к этому вопросу. Есть 3-4 ВУЗа, которые, ну, более или менее конкурентоспособные программы у них, и выпускники этих ВУЗов, и конкурентоспособные не только в Казахстане. В первую очередь, конечно, это вот Сулейман Демирель университет. Есть прям сильные департаменты информационной технологии кафедра в КБТУ. Там вот в свое время прям сильная такая была школа. Сейчас чуть-чуть она сдала позиции, но все равно как бы есть. МУИТ, Международный университет IT-технологии, и вот открывшийся в Астане новый IT-университет, Астана IT-юниверситет. Программа там вообще 3 года, кстати, бакалаврят, экспериментально такую программу сделать, уплотнили ее. Поэтому вот есть буквально там, ну, вот политех, и то там есть несколько специальностей, где очень неплохо подготовка делается. Ну, не все, не все. Поэтому вот если вуз выбирать, в Казахстане, вот там всего есть 4-5 вузов, где, ну, Назарбаев университет еще, куда вот есть смысл идти, как именно на бакалаврят. Если же вы не можете ждать, сейчас начинает появляться и школы программирования, да, которые не вузовские. Например, вот я сам являюсь председателем пакетического совета, фонда, который открыл школу Алем школа Алем. Да, вот я вам прям сайтик скину. Так. Так. А, вот Type and Search сейчас я вам кинуть прям сюда. Алем точка school. Это школа, которая расположена в городе Нур-Султан, сейчас открывается и в Алмате. Два года обучения, даже за год можно ее закончить. Никакой там теории, максимально практическое обучение. Знаменитая школа Супак-2 в Париже, школа программирована. По их программе основатель, один из основателей методологов этой школы, Николас Адирак, вот с ним в партнерстве эта школа открыта. Сейчас появилась школа на базе Международного финансового центра Астана. Там вообще шесть месяцев. Сейчас Арман Сулейменов, вот наш знаменитый соотечественник, вернулся из Индии и перезапускает инфраториал, инкубатор подлитровки программистов, разработчиков в первую очередь мобильных приложений, Android, Android, iOS. То есть появляются уже площадки, школы, такие курсы, вернее, не курсы, где можно научиться хорошо программировать, не поступая в университет. И причем вы можете нормально зарабатывать. Наша компания тоже сейчас запустила такую программу, значит, в полгоду, называется он Jumus Bar. Можете тоже зайти, проверить, где мы разрабатываем курсы более краткосрочные, даже 3 месяца, 2 месяца, где тоже любой человек может научиться программировать. Вы скинули в раздел вопросов или в чат? А вот здесь есть такое здесь ответить напрямую, да, онлайн? Да, да, где мы тоже разрабатываем такие трехмесячные курсы, очень практические, очень прикладные, где любой человек может за очень умеренную плату, либо вообще условно-бесплатно начали отучиться, получить вот этот навык, потом устроить, потом оплатить за учебу. Вот сейчас появляется очень много разных форматов, поэтому если вы хотите побыстрее начать работать, можно сейчас вас вот как бы альтернативно, не поступая в УЗ, тоже начинать работать. Если же хотите вы как бы инженерную такую большую карьеру построить, поступайте, но вот в эти 4-5 ВУЗов, которые я сказал, на меня могут обидеться сейчас большую количество других ВУЗов, но вот как бы реальный рынок они такие. Следующий вопрос. Так, будет ли в атласе новых профессий предусмотреть информация об уровне заработной платы, той или иной позиции, как оплачиваться трудного профессия в Казахстане? Полагаю, что количество молодых ученых в будущем будет искать возможность, чтобы работать на зарубежных рынках. Очень объемный вопрос, поэтому вот прошу вас на первую часть ответить. Чтобы делать аналитику рынка труда, вытаскивать средние зарплаты по отрасли, средние зарплаты по специальности, так далее, атлас сейчас не сможет этого сделать. Для этого нужно собирать очень много данных. такую аналитику делает российский сервис Headhunter, он в России тоже представлен, headhunter.bz и там делаются такие обзоры. Сейчас начинают появляться несколько таких компаний, там HireB, очень такие классные стартапы, HIPO, которые работают на рынке труда, как рекрутинговые агентства, аналитические агентства, они делают независимые свои обзоры. Мы пока такого делать не сможем, но главная задача атласа провести это большое это, он показал глубинное исследование рынка труда и показать, что на нем будет меняться в ближайшие 5-10 лет, какие профессии появятся, а вот какая зарплата будет этих новых профессий, зачастую мы не знаем, потому что рынок только формируется, но будут какие-то зарплаты, как правило, для новых профессий всегда высокие зарплаты. Например, там какого-нибудь маленького, очень неопытного, даже там едва-едва окончившего в ВУЗ специалиста по машинному обучению, вот сейчас у них очень высокие зарплаты на рынке труда, 600-700 тысяч, там, 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 мид-левела, там, какого-то среднего уровня специалиста, полтора миллиона, два миллиона, миллион, там, да, зарабатывают они, потому что спрос очень большой, навык очень востребованный, а предложения мало, то есть специалистов очень мало, и, соответственно, сразу цена вверх ведет. Поэтому мы вторым этапом, возможно, начнем собирать эти данные, но сейчас начнем просто показать, детально объяснить, что будет принять. Кстати, вот я случайно ответил на вопрос, какие специальности будут востребованы через пять лет в Казахстане и Аморе. На него уже ответили в ходе самой презентации, просто, видимо, вопрос был задан немного заранее. Да, ну, я вот все-таки пять таких вот отраслей отдельно отметил бы, да, первое, это все, что связано с педагогикой. Пожалуйста, вот сейчас в мире идет переосмысление, оказывается, педагогов-то не хватает, у нас в мире только школьных педагогов, полтора миллиона, дефицит идет в разных странах. Вот все, что связано с педагогикой нового формата, конструкторы онлайн-курс, гиммификаторы, игропрактики, методологии разработки онлайн-контента, методологии разработки электронных учебников, специалисты по, значит, сконструированию и созданию дистанционного обучения, да, и вот там просто очень большой дефицит. Пожалуйста, педагогику не думайте, что что-то такое непонятное, непрестижное. В ближайшие пять лет будет огромный спрос, и самое интересное, зарплаты все время повышают. Сейчас очень бурно у нас начинает создаваться онлайн-платформа, вот я начал говорить, да, в образовании, и всем просто не хватает вот этих специфических навыков. И сами, по себе, педагоги, вот такой простой пример вам поведу, буквально там пару лет назад, в прошлом году, в LinkedIn на меня вышла частная компания рекрутинговая из Китая, они шестили мой профиль, и семья очень богатая в Пекине, им хомскулинг, они дома обучают своих детей, у них там трое детей, по-моему, и они хотели меня нанять как репетитора постоянного для их детей. 400 тысяч долларов в год по себе зарплата, почти 40 тысяч долларов в месяц, квартира в Пекине, машина отдельная, там, да, с семьей, чтобы я переехал и вот только их детьми занимался. А чему учили? Я дурак, да, да, да. Нет там у них прям своя программа индивидуальная, языки, там, общее развитие, там, да, и так далее, и так далее. У меня как опыт педагогики большой, и они прям мне прям сделали такое эксклюзивное предложение, я дурак, отказался, хотя надо было поехать. То есть, сейчас вопрос на педагогов, на учителей, на лекторов, на методологов образования, специалистов по педагогическому дизайну особенно очень большой. А второе, это здравоохранение. Сейчас в мире все вдруг страшно поняли, что не хватает опытных врачей, самое главное, есть там 5-6 таких вот там очень востребованных дефицитов сейчас с питальностью. Это вирусология, эпидемиология, понятно, вот как ударило, оказалось, что эпидемиологов нету толком, даже в Казахстане, представьте, есть люди специальные, которые делают расчеты, они прям могут предсказать, модель нарисовать на педагогическом, ага, если он сейчас кто-то заражен, как быстро надо распространиться, как оно... Вот если фильм, допустим, знаменитые смотрели, вот Contagion, заражение, да, 2011 года, помните, этот фильм, который нашумел, все на себе пересмотрят, и там вот эта картина, вот эту молодую девушку отправляют, эпидемиолога, который только-только начнет заражение, и там сидит мэр города, наслихат местный, городской совет, какие-то, и карантин не будем, она берет доску просто и начинает обрисовать. Смотрите, вот есть, говорят, целая наука, есть модель 1, модель 2, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вирусологи, генетики, вот сейчас, почему все бьются над созданием вакцин, чтобы опытные генетики, которые возьмут этот пив, прямо разложат его на кирпичике, поймут его код исходный генетический и поймут, что с этим делать. Организаторы общественного здравоохранения, public health management, есть такое понятие, оказалось, что у нас очень мало вообще в мире, не только в Казахстане специалистов, кто вообще понимает, как правильно организовать общественное здравоохранение, сколько нужно, сколько мест, как должны работать в больнице, как должны работать в скорой помощи, организация педагогической помощи, диагностики, санэпидемиологических стандартов, очень огромный спрос. Причем, если вы сейчас все чаще и чаще, как можно увидеть, когда, например, в регионах не хватает врачей, и сейчас, представьте, 600, 700, 800 тысяч готовы платить, потому что врачей мало, не хватает. Представляете, молодой специалист может сейчас очень хорошие деньги зарабатывать. Это хорошие, достойные заработные платы, 600, 700, 800 тысяч. Третье большое, это все, что связано с сельским хозяйством. Сейчас идет огромный спрос на органическую еду, на чистую еду, на выращенную по экологическим стандартам продукты питания, животноводческие, мясо, белки и курицу и так далее. И вот здесь огромный потенциал у Казахстана есть, так жалко, что мы этот потенциал до сих пор не используем, и целый блок у нас специальностей, которые сильно востребованы. Это селекционеры, это ветеринары, это генетики, это агрономы, это специалисты по тепличному хозяйству. У нас сейчас очень активно начинают развиваться теплицы, тепличное хозяйство. А вот агрономов, которые могут настроить температурный режим, правильно бороться с вредителями. И вот борьба с вредителями, карантины правильно организовать, правильно подобрать биологические методы защиты, чтобы бороться с этими вредителями, вообще очень мало. И они на вес золота, вы не представляете, там с Турции везут, с Голландии везут, вот и специалистов, агрономов, которые правильно дистриторию настраивают, защитывают от вредителя, обеспечивают. И третье, четвертое и пятое очень быстренько, это все, что связано с доставками и организациями транспорта, логистическими. Потому что сейчас в условиях пандемии, вы заметили, как активно стали курьерские службы из службы доставки работают в ЛОВА, там, я не знаю, ВОЛЬТ, ЧОКОФУД. Почему? Потому что эта ситуация будет, скорее всего, долго продолжаться, и люди вообще перестроят свое потребление, и вот правильно это все стадировать, правильно организовать курку доставки, правильно прописывать технологии, стандарты, чтобы все работало, чтобы из пункта А в пункт В нужное время продукт, вещь, сервис, услуга была оказывана, доставлена. Вот есть такая целая наука, supply chain management называется, цепочка, организация цепочек доставки, транспортировки. Логистические вот эти все службы, складирование, потому что сейчас новые требования будут, чтобы накапливать достаточное количество там нужных там товаров на складах, их правильно хранить, обеспечивать там температурным режимом. целая, отдельная большая наука, и вот таких специалистов у нас очень мало, они очень-очень последние. И последнее, это IT-технологии, это, конечно, корона из корон. Видели там очень коротко, везде цифровизация бьет, давит на все индустрии, соответственно, три таких подгруппы я бы в IT сказал бы. Первое, все, что связано с данными, поверьте мне, все, вся сейчас история начинается с данными, 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 дата-аналитика, data science, большинное обучение, большие данные, специнтеллект, алгоритмы обработки. Все, что с этим связано, супер огромный распущий спрос, банки, крупные компании, промышленные предприятия сейчас начинают уходить в эту историю с данными, и там только-только расти будет. Второе направление, это все, что связано с, опять же, инженерной составляющей данных, это специалисты по планированию серверной инфраструктуры, центрозаводки данных, связисты, телекоммуникационные не хватает, пандемия выявила одну страшную проблему, везде, вообще во всех странах, инфокоммуникационной инфраструктуры не хватает. То есть вот эти прокладывать оптополоконы и кабеля, настраивать каналы связи, сервера, CDN и так называемые распределенные инфраструктуры, это там супер большой растущий запрос. И третье, это защита данных кибербезопасности, потому что как можно, если все будет больше данных, это также будет расти количество преступлений, связанных с данными, защиты персональных данных, кибербезопасность, кибергиена, цифровая грамотность, цифровая защита своих данных, это все становится таким очень большим растущим запросом. Может, сейчас это не поняли, вы заметили, как много сейчас мошенников появилось, да? Такие схемы, воровство, киберпреступность, и это потребует совершенно новых блоков специалистов по обеспечению киберзащиты, там, контролю, оценке, аудиту киберзащиты информационных систем, там, очень-очень много потребуется этих вопросов решать, поэтому это вот такой прям супер растущий запрос, не прогадайте, если пойдете стать специалистом в сфере защиты данных и кибербезопасности. И последний вопрос на сегодняшний день. Каким образом идея профориентации будет реализовываться на площадке средних общеобразовательных школ? Насколько государство готово это внедрять? Именно, ну, как бы, именно профориентацию в рамках атласа новых профессий, я так понимаю, вопрос. Автор вопрос Мадина Абаева. Здесь очень просто, мы сейчас, вот когда доработаем полностью атлас, первым делом под режим министерства образования, будем пытаться им вот эту платформу готовую убеждать министерство образования, чтобы они внедрили ее в средние школы. У нас сейчас идет пилотный проект в Павлодарской области, в городе Шикен и Мангсталской области. По итогам нее, вот сейчас там тысячи-тысячи школьников прошли у нас, вот этот пилот мы все опробировали, валидировали. Даже если министерство образования там скажет, ну, нам это пока не до вас, не интересно у нас там дистанционное образование. Мы будем каждый акимат ходить и везде вот показывать им готовую платформу. Проект у нас, я повторюсь, Хасен, да, он национальный, он реализуется указом президента Тухаева. Поэтому, как бы, мы не просто частная там лавочка, прибежали, что-то там придумали, как у нас любят там уникальные продукции. Все-таки это большая такая, большой национальный проект, и, как бы, есть, у меня, по крайней мере, надежда в том, что он потом правильно внедрится дальше. Поэтому, вот такой мы много сил потратили. Представляете, полтора года, почти два года, вот методологию отрабатывали, большие исследования проводили. Очень сильно надеемся, что наш труд не пропадет даром. Это очень важный, на самом деле, проект. Потому что большому количеству людей он будет помогать теперь, да, родителям, абитуриентам, молодым профессионалам, студентам. И сейчас очень много еще появляется людей, которые, скажем так, потеряют работу или чувствуют неудовлетворенность работы и хотели бы сменить ситуацию деятельности. Особенно в связи с карантином, да. Да, и вот сейчас вот такой появляется удивительный феномен в мире, называется он кризис четверти жизни. Я все восторг. То есть, помолодел кризис среднего возраста, раньше он после сорока было, вот у меня в тридцать шесть, например, случилось. И сейчас очень много молодых людей, особенно когда хорошее название получили, где-то к двадцати пяти до тридцати лет у них идет неудовлетворенность. Они хотят сменить сферу деятельности, радикально, дауншифтик там, идти что-то другое вообще попробовать. Потому что резко все меняется, требования меняются. Особенно вот которые топовые вузы закончили, молодежь такая очень сильная, продвинутая. Их там готовили, там обучали, там лидершип, лидерство, impact, social impact какой-то, там они должны оказать большое, там изменить жизнь людей, там чего-то, чего-то. А он приходит, начинает работать какой-нибудь там Big Four, Deloitte, один проект, второй проект, третий проект, и он чувствует что-то никакой импект он не оказывает, а людей в лучшую жизнь не меняет. У него начинается вот такое внутреннее выгорание эмоциональное, неудовлетворенность, такая стесненность. Это очень глобальным феноменом становится. Поэтому Атлас даже будет востребован для большого количества, и даже немолодых людей возможно. Потому что сейчас многие люди потенциально останутся без работы, и им нужно будет понимать на следующий этап их карьерной жизни, как лучше осознанно, рационально принять вот это решение, чтобы как-то конкурентоспособности удержать еще там 15-20 лет на рынке труда. Несмотря на то, что наше время уже вышло, у меня последний вопрос, его никто не задавал в чате, но не знаю, насколько это будет правильно его задать. Вам, как человеку, которому предложили зарплату 400 тысяч долларов, что сподвигнуло в 36 лет понять, что вы отстаете от рынка труда? То есть есть много других людей, которые, ну, вроде живут себе, живут и все нормально, а тут вроде как вы в 36 лет говорите, я бесполезен для рынка или для людей, но в то же время вам предлагают зарплату 400 тысяч долларов. В чем суть изюминка? Вы видите, я очень четко начал понимать, что мой набор компетенций, он, скажем так, не такой, не имеет тех навыков, которые вот сейчас на рынке труда, на тот момент, это было 2-3 года назад, которые мне бы помогли сохранить свою какую-либо способность. Я начал очень четко понимать, что мои навыки в исследованиях, где-то в педагогике, сейчас, извиняюсь, я вам сейчас скину давать, чтобы время много не занимать. Когда вот со мной случился этот кризис среднего возраста, 36 лет, я записал большой подкаст. Есть такой очень классный подкаст «Find your being» называется. И вот Каяжан Альбазаров, руководитель этого идеи, вдохновитель этого подкаста, со мной записал такой длинный подкаст, где я очень долго объясняю вам, почему это случилось, и почему у меня кризис, и почему мне надо вообще радикально поменять свою сферу деятельности, уйти в IT-технологии. Понимаете, что происходит? Цифровизация становится настолько сильным трендом, настолько сильным требованием, что, вот как на примере педагогов, я же долго объяснял наших педагогов, вот жил себе педагог, не тужил 200-300 лет, формат, модель преподавания сильно не менялась, по сути своей, требования тоже сильно не менялись. Вот представьте, буквально за 2-3 месяца жизнь коронавирус поставил сотни тысяч педагогов абсолютно новое требование цифровой грамоты. Все. Или ты можешь организовать учебный процесс качественно в цифровой среде, с новым задержанием, с новым контентом, с новым комментариям, с новым подходом, с новой методологией, с новой атерактивностью, или ты качественно этого уже не можешь делать. И причем времени-то там, ну, особо-то нет, подготовиться и перестроиться, да. Раз, и как-то надо к этому готовым оказаться. И я вот тогда просто, видимо, то, что я начал сильно анализировать, там, что в мире меняется, вдруг начал понимать, что я тоже вот конкретно два года назад, два с половиной года назад не готов был бы, если бы ситуация вот так радикально поменялась, и ко мне эти требования поставили. Поэтому я тогда лихорадочно начал искать пути, чтобы в новую индустрию дойти, начинать в ней адаптироваться, начинать ее понимать, начинать себя вооружать реальным инструментарием, начинать учиться делать цифровые продукты. И вот, худо-бедно, у нас, значит, неплохо получается. Все-таки я как бы успел, скажем так, заскочить на уходящий поезд. Мои старые навыки обучения, аналитики помогли мне быстро-быстро перестроиться, понять новые принципы, новые инструментарии. И вот, какие-то цифровые поступки, значит, у нас получат в нашей команде. Т.е. я научился делать теперь не физические продукты или интеллектуальные продукты, но цифровые. Раньше я делал интеллектуальные продукты, но не цифровые. Т.е. без использования полноценного потенциала цифровых инструментов. Т.е. машинного обучения, движков. Т.е. на еду-навигаторе заходите и движок оценивает вас раз-раз-раз, и уже под вас персонализированно дает какие-то рекомендации. Т.е. вот, поэтому, хозяин, сейчас в целом, наверное, формула lifelong learning, обучение в течение всей жизни становится супер актуальной. Т.е. мы не можем больше вообще останавливаться, мы не можем больше успокаиваться, мы не можем больше говорить т.е. все, вот, я СССР, у меня все знают, у меня там шесть государственных медалей, куча там сертификатов, куча образований, все. Как только человек останавливается, все, он начинает сразу же в тот же момент терять какой-то поступок, он начинает терять свой потенциал, потому что буквально через пять лет могут выйти на рынок новые технологии, новое поколение, которое уже адаптировано под эти технологии, может полноценными пользоваться. И вдруг вот эта резко очень происходит, понимаете? Раз, вот сейчас сидит, представьте, как тяжело сейчас преподавателю, обычному в районной школе, да, или там, в городской школе, ему говорят, «Харлащи, Пуспаевна, да, все, дистанционка, у вас есть дома там компьютер хороший, там, с диагоналя, с разрешением, выделенный интернет, надо учиться теперь пользоваться таким-то пакетом, нужно вам сейчас весь ваш контент переделать в дистанционный формат, вот пока мы не ставим вам качественных требований, просто хотя бы там в PowerCode переведите, там все построите, да, домашку всю переведите в цирковой формат, надо теперь научиться транслировать это видео, надо разобраться там все хорошо и помочь ученикам вашим организовать это все видео. новые инструменты контроля теперь вам нужны, там теперь вот это, там, сидит, встально говорит, а, стоп, не упытили все у нас, не упытили, ну, в смысле, вот все, она вот раз, реально сразу и пришла, очень резко. Причем, сейчас первая четверть начнется, а где гарантия, что вторая четверть будет там в дистанционке, и где гарантия, что вообще до конца года возможно там дистанционно, сейчас все топовые вузы мира, все, да, Кембридж, не Кембридж, и, кстати, уходить на дистанционку до конца нового четвертого года. Просто вот сейчас по программе был шаг, вот, ребята, многие не могут выехать, и они говорят, все, ребята, никто не пригласился идти на обучение, будем онлайн преподавать, что хотите, что делать. И вот возможно, невозможно, а, скорее всего, это и есть новая реальность, которой нам надо будет жить, и чем раньше там надо было к ней готовиться, тем лучше. Кто-то там успел подготовиться к этому, кто-то не успел. Это будет очень серьезная там проблема мировая, да, и вот новая линия разлома, новое социальное неравенство теперь строится, если раньше социальное неравенство было там по рождению, там по семейным, какие-то признаки, вот он родился такой семейный, родился такой семейный, там богатый, небогатый, там род, там какая-то там титул, там вот Байден была семейная, Аксиёк, Карасиёк. Новое теперь социальное разделение – это именно знание и доступ к знанию, да, технологиям. Вот получил хорошее образование, смог себе вырастить навыки там обучаемости, саморецептейной, адаптивности, постоянного обучения, постоянного совершенствования, он где-то на плаву будет дальше оставаться, расти, развиваться, создавать новые знания, создавать новые продукты, участвовать в новой повестке дня, там, и как-то там на плаву оставаться. Кто у этого там не важно, там даже если он из богатой семьи, но вот этот доступ к знанию, к качественным технологиям образованию и не смог себе вот эти навыки сформировать, или не помогли им сформировать. Вот он даже если богатый, там потихоньку-потихоньку разрыв начинает. Смотрите, вот эти компании, которые уже знали, что идет большая, тотальная, радикальная цифровизация, Амазон, Фейсбук, Тесла, Илоны Маски, Безосы, они зарабатывают сотни миллиардов долларов сейчас, вот посмотрите, последние там акции взлетают. Тесла сейчас, ее рыночная капитализация больше всех основных традиционных автомобильных компаний, Форда, Тайот. Представляете, да? Зум, в котором мы сейчас все с вами сидим, его акции сейчас стоят дороже, чем все акции авиакомпаний, вот ключевых авиакомпаний, United, British Airways, это полюсики компании, там, да, Зум, которая не шлится никак послуженно с этим огромными авиакомпаниями, аэропортами, складами, техническими службами, бортами, запчастями, ремонтными бригадами, диспетчерскими службами, айти-системами. Поэтому вот такая вот начинается интересная новая жизнь, интересная новая реальность. очень много людей к ней не готовы, да, и надо к ней там усиленно готовиться. Вот Мадина подсказывает, там, пенсионеры-педагоги нанимали за деньги людей пройти семинар по цифровому обучению, да, и вот с ног на голову переворачивается. Молодой сейчас там парнишка без особого образования получается с точки зрения цифровой грамотности, цифровых навыков сейчас в более выгодном положении, чем дипломированный, сертифицированный специалистом по старшим опытам жизненным. Удивительно обнуляется знание, обнуляются навыки. Вот все мои там 5-6 дипломов вдруг оказались там геополитика, что-то там юристы здоровья, что-то там психология, ну и в принципе особо там мне сейчас никак погоду не делают. Хотя время потрачено там на это все. И сейчас приходится очень быстро наверстывать упущенное, учиться, переучиваться, заново понимать то, что раньше я думал, что понимают. Вот такая вот интересная новая реальность наступает. Вот я очень сильно рекомендую книгу Харари последнюю. Называется она «21 урок для 21 века», где он пытается сформулировать новые запросы, сформулировать, он даже так назвал, часть, которая касается воспитания детей, чьих детей, которые родились в 2019 году для того, чтобы они как-то выживали в новом сложном мире. Очень классная книга. Последняя Харари. Я ее тоже в библиотечке. Я сейчас уже напишу сразу. «21 урок для 21 века». Для 21 века. А я в библиотечку тоже скину. Чахса Хасен. На сегодня все у нас. Завтра мы продолжим беседу, и очень завтра у нас интересный день будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова